Силовые гарантии. Учитывая то, что, несмотря на интеллигентный вид всех нас, мы живем с вами в реальном мире, да? Вот, реальный мир. И хотим реальные деньги. Но надо понимать, что вот так мир устроен, в частности. А не только так, что... А-а-а! Как это вот так? Это там где-то, с кино. Вот оно вокруг, везде. Значит, силовые гарантии заключаются вот в чем. Задайте себе такой вопрос. Что я буду делать, если я к нему приду, прихожу, допустим, вот Илья. Ну, допустим, не Илья, все, Илья. Допустим, вот здесь вот сидит какой-нибудь Петр. Вот здесь, Петр. Петр взял у меня, например, 10 тысяч долларов. Проходит год. Я прихожу, говорю, Петр, ну чего там? Как дела? Он говорит, нормально. Какая там прибыль или чего там? Сколько заработал я там и так далее. Он говорит, иди отсюда на три буквы. Я же в ротическом путешествии. Я говорю, у тебя что, проблемы? У меня нет проблем. А у кого проблемы? У тебя. Почему? Если быстро не уйдешь, догоним. То есть, когда вам откровенно говорят, пошел отсюда, ясно? Да, я взял у тебя деньги, возвращать не буду. Понятно? Что будете делать тогда? Что вы будете делать? Вот что? Это очень важный вопрос. Если нет никакой гарантии, люди отдают в компанию. Допустим, компания, у нее 10 миллиардов долларов капитала. Вот он свою туда 2 тысячи долларов отдал. Как он будет с этой компанией разбираться? Вы мне объясните. Он туда придет, секретарша. Секретарша к менеджеру. Менеджер туда, этот сюда, этот сюда. Его замучают там. Где там этот вице-президент? Когда он к нему до него доберется? Иногда в маленький бизнес выгоднее вложить, чем в такой огромный. Если, конечно, нет хорошей репутации. Пункт предыдущий 4.3. Рекомендательные гарантии. То есть откуда вы узнали, какая репутация на рынке и так далее. Если вам говорят до свидания, что вы будете делать? Что я буду делать, если... Три буквы. Значит, здесь, соответственно, есть ли у вас силовая поддержка, поддержка, или есть ли возможность обратиться в суд, то есть юридической поддержки. Потому что если компания крупная, то можно делать что? Обращаться в суд, если она надежная. Ну, в смысле, такая, юридически грамотная. Так. Да, легальная, естественно. И что еще? Вот еще важный момент. Что может помешать ему так поступить со мной? Или наоборот, что может помочь ему так поступить со мной? То есть, смотрите, допустим, этот человек, он пользуется авторитетом каким-то, да? В какой-то слой общества. И я туда вхож, и он. И он знает, что если он меня подставит, и я распространю эту информацию, то, в общем, он потеряет больше. Вот это ответы. Что может ему помешать? То есть, он, может быть, и хочет кинуть, и понимать, что я лох, но не сделает этого. Вот.